Всем привет! Рада, что вы заглянули ко мне на канал. И сегодня я вам покажу пустые баночки за сентябрь. Давайте по традиции начнем с шампуней. У меня закончился великолепный шампунь от компании L'Oréal Eltsef. Роскошь кокосового масла. Это легкий смягчающий шампунь уход. Ценное масло кокоса для нормальных и склонных к сухости волос. В линейке есть еще роскошь шести масел, а у меня именно с ценным маслом кокоса. Первое, что хочу сказать, это его потрясающий парфюмированный аромат кокоса, который великолепно сочетается, великолепно раскрывается, остается на некоторое время на волосах. Он мне просто понравился, я безумно в него влюбилась. Второе, это то, что он хорошо работает. Он волосы очищает, не пересушивает, не спутывает, не утяжеляет. Волосы мягкие, рассыпчатые. Потрясающий шампунь. Здесь был большой объем 400 мл. У него вот такая вот гелевая консистенция. Мне очень нравится, моим волосам подходит L'Oreal Elsev. Я уже перепробовала, наверное, все известные, доступные серии. Но это, конечно, просто изумительное. Единственное, что он не бюджетный. Я смотрела в последнее время его на Валберсе. Цена там что-то 480-520 рублей. Нужно, конечно, ловить его на скидках. Но так он потрясающий. У супруга закончился шампунь-кондиционер 2 в 1 от компании Свобода. Провитамин В5, коллаген. Здесь был объем 300 мл. Он был очень жидкий. Слабо пенился. Волосы промывал посредственно. Единственный аромат такой, ну, средний, невнятный. Но ничего в нем хорошего, примечательного нет. Поэтому я бы вам его не посоветовала. Точно неповторим. Давайте перейдем к гелям для душа. У меня закончился самый сок. Арбуз. Гель для душа. Витаминный коктейль. Я его покупала в середине лета. Сразу поставила в использование. Это, знаете, продукт сезонный. То есть он, как мне кажется, хорош именно на конец лета, на начало осени, когда сезон арбузов, сезон дыни. Вот эта вот ягода очень хорошо здесь раскрывалась. Здесь действительно был отдаленно напоминающий аромат арбуза. Но он был не химический, а был довольно вкусный, натуральный. Я не скажу, что прям 100% арбуз, либо арбузная жвачка нет. Но вот какая-то корка арбуза, какая-то вот немного мякоти, немного семечек. Все здесь хорошо переплеталось. Аромат мне понравился. 200 мл. Сам продукт был гелем, поэтому расход был минимальный. Очень хорошо пенился. Покупала его за 100 с небольшим рублей. Он прям за свои деньги отработал очень даже хорошо. Вам покажу еще два геля от компании Палмали в Таити. Это у нас тропический лес. 250 мл. Такая вот незамысловатая упаковка. Мне эта упаковка не очень нравится. Какая-то она как бочонок, такая непроворная, неудобная. Здесь есть носик, который вот такой тоже не очень удобный. Когда уже продукта меньше половины, вы его трясете, трясете, трясете. Пытаетесь нажимать. Но упаковка очень такая вот непроворотливая. Это все занимает время. В общем, упаковка мне не понравилась. Что касается аромата. Да, гель великолепный по качеству, по аромату. Здесь такая мокрая соленая деревяшка. Очень аромат понравился. И был у меня в коллекции в использовании еще вот такой товарищ. Гель для душа с питангой. Немного такой сладковатый. Сладковато-цветочный. Он был гелевый, прозрачный, средней густоты. Но у меня с ним случилась оказия. Он упал, выскользнул из рук. И крышка вот эта треснула. Она прямо отлетела. Вот здесь вся вот так треснула. Пришлось уже его перелить. И вот таким образом использовать. Поэтому да, мне категорически не понравилась упаковка. Но в любом случае я рада, что с ними познакомилась. Их попробовала. Больше я их не планирую покупать. Я знаю, что в принципе есть много разных ароматов. Но вот один красный, другой черный. На этом мое знакомство с ними закончится. Два огромных пакета жидкого мыла от компании Я Самая. Содержит сыворотку, нейтрализующий запах с экстрактами грейпфрута и апельсина. Подходит для кухни. В каждом пакете был один литр. Покупала я когда-то в магазине Фикс Прайс. Я долгое время использовала это мыло. Одно мыло я отвезла на дачу. Там его разлила под азатором. С большим удовольствием использовала. Второе я оставила дома. Мне кажется, оно подходит не только для кухни. Но вообще подходит для использования в ванной комнате. Очень понравилось это мыло. У него минус в том, что оно жидковато. Да, оно жидкое. Но, друзья мои, здесь один литр. И оно стоило всего лишь 79 рублей. Но где вы за 79 рублей найдете литр мыла. Неплохого по качеству. Который не будет сушить руки. С приятным ароматом. Действительно, грейпфрута, апельсина. Да, жидкое. Но как бы меня это абсолютно не смущало. Если бы я встретила его еще в Фикс Прайсе, я бы еще, наверное, штуки две купила. Но я вот смотрю, его больше в наличии в продаже нет. Очень оно экономичное, выгодное. Я уберу его из кадра, чтобы много места не занимало. Так мыло великолепное. У меня закончилось еще одно мыло. Вот такое, софтиклин. Жидкое мыло глицериновое. Без парабенов. Подходит для рук, лица и тела. Мыло руки не сушит. Оно интересной такой консистенцией. Как жидковатое, такое гелеобразное. Хорошо пенится. Аромата никакого здесь нет. Но претензия к упаковке абсолютно не работает. Вот дозатор. Он абсолютно не выдавливает продукт. Я мучилась, мучилась. Крутила, вертела уже его и так, и так. Либо сломан дозатор, либо неисправен. Либо мне такая партия попалась. Но вот, к сожалению, у меня опять пришлось его переливать. 300 мл. Мыло было очень бюджетное тоже. Неплохое. Но вот упаковка немножко подвела. Наконец-то у меня закончился от компании Комплимент Протект Лайн. Несмываемый спрей-вуаль для волос с защитой и восстановлением от солнца, воды и ветра. Здесь был объем небольшой. 150 мл. Как же он мне поднадоел. Он очень экономичный. Вот очень. Он хороший, бюджетный. Волосы неплохо распутывает. Облегчает расчесывание. Он не грязнит волосы, не утяжеляет. Но он какой-то просто бесконечный. Я половину лета его использовала. Сентябрь еле-еле добила. Просто мне уже зрительная упаковка надоела на нее. Смотреть хочется что-то новенькое. А он какой-то нескончаемый. Что касается заявленных обещаний защита от солнца, воды и ветра. Кто его знает? Хотя здесь написано SPF 15. Ну, как бы интересно. И был, и был. Рада, что познакомилась. Но не более того. Для волос у меня закончился продукт от корейской компании G9 Skin с экстрактом нони. Это несмываемое ухаживающее средство для волос. Я использовала его по длине, от ушей ниже. Особое внимание уделяла кончикам волос. Он просто тоже был. Это у меня, кстати, мини-версия. Здесь сколько было? Объем 30 грамм. А большой версии, по-моему, 100 грамм. Вот я вот эти 30 грамм использовала, наверное, год, даже больше. У него такая вот кремообразная немного вот такая вот консистенция. Вот этого, в принципе, количества я распределяла по рукам и разносила по волосам. Обалденный аромат. Просто дорогого парфюма, дорогого салонного ухода. Он тоже некоторое время оставался на волосах. Потрясающий. Тут главное не переборщить, чтобы волосы не ожирнились. Но он великолепный. Ухаживает. Особенно мне понравилось, как работает с кончиками волос. Осень для меня это время принятия ванн. Полезных, целебных ванн и красоты я их называю. У меня закончилась морская натуральная соль для ванн. Спа-уход. Солевые ванны повышают тонус, улучшают сон. Снимают напряжение и успокаивают. Действительно так. С полезной, как я считаю, ванной солью. Они успокаивают, расслабляют. Особенно если вы в соль добавите эфирные масла ваши любимые. Если вы включите легкую музыку, релаксирующую. Если вы зажгете свечи и так далее. То это просто будет минутка вашего спокойствия, расслабления и перезагрузки. Что сейчас очень важно в наше непростое время. Что касается этой соли. Она была крупная. Она была чистая. Без всяких примесей. Хоть она была крупной, но она была без острых концов. Не острая. Быстро растворялась хорошо. Мне эта соль понравилась. Здесь 900 грамм. В принципе, довольно приятный продукт. И еще закончился вот такой пакетик. Экотерапи. Кокосовый рай. Это коктейль для принятия в ванну. Здесь 100 грамм. Морская соль и пена. Вы высыпаете его под струю воды. Действительно очень приятный аромат. Есть небольшое количество пены. Наслаждаться нужно 10-15 минут принятием этой ванны. Очень понравился этот коктейль. Он у меня уже далеко не первый. Компания Гарньер. Тающее молочко после загара. Освежающая текстура. Нежирная, нелипкая. Быстро впитывается с алоэ вера. Здесь у меня объем 200 миллилитров. Он был до октября 2022 года. Я его добивала. Очень экономичный продукт. Он такой средней густоты. Даже немного, знаете, жидковатый. Хорошо распределяется. Успокаивает. Увлажняет. Мне, в принципе, и на лето, и на первый месяц осени его ухода хватало. Действительно классный продукт. Могу посоветовать. Особенно, конечно, хороший он в летний период, когда после загара действительно кожу нужно увлажнить и успокоить. Гарниер Минерал. Антибактериальный эффект. Масло чайного дерева. Это у нас дезодорант антиперспирант. Без спирта. Позволяет коже дышать. 50 миллилитров. Он у нас роликовый. Прекрасный продукт. Мне очень подошел. Понравился. Я тоже использовала его и в конце лета, и это июль, август, сентябрь. На три месяца мне его хватило. Довольно экономичный. Дает хорошую защиту. Никаких нареканий у меня к нему нет. Хороший. Буду повторять. Буду знакомиться дальше. У супруга закончился жилет. Лимитированная коллекция. Гель для бритья. В таком небольшом дорожном исполнении. Хороший гель. Качественный. Классный. В общем, одно удовольствие было его пользоваться. Хороший. Понравился. Также я хочу показать очень интересный продукт. Оставить отзыв на компанию Ботавикос. Натуральная массажная арома свеча. Ветивер и кардамон. 100% натуральный состав. Эти свечи. Соевый воск. Масло кокоса. Масло семян подсолнечника и так далее. Очень действительно интересный продукт. Здесь у нас в свече 90 грамм. Эту свечу как нужно использовать? Ее нужно зажечь. Подержать 5-7 минут. Образуется теплое масло. Это теплое масло наносим на кожу массажными движениями. Сейчас вам покажу, как она выглядит. Вот таким образом. Мы уже ее потестировали. Попробовали. Сначала я ее не поняла, как это. То есть мы зажгли ее. И вот образовалось вот это теплое масло. Оно все растаяло. Я думаю, ну как это горячее масло наносить на руки, на тело. Меня немножко смущало. Но оно оказалось просто потрясающим. Вот это теплое масло расслабляющее. Оно такое, оно не жирное, но очень такое питательное, густое. Для вечернего массажа с продолжением оно очень-очень подходит. Такой комнат наполняется таким томным ароматом ветивера кардамона. Если вам эти ароматы нравятся, то могу посоветовать. Потрясающий продукт. Будем с большим удовольствием пользоваться им и дальше. Закончился крем Бора Плюс. У меня был в большом объеме, сколько здесь, 50 мл. Наверное, больше года я его использовала. В основном он мне нужен летом, когда укусы комаров, какие-то ранки, повреждения кожи я наношу. У него такой очень отталкивающий специфический аромат. Но, тем не менее, он работает. Поэтому иногда такие вещи тоже нужны, бывают. Крем для рук. Антибактериальный Баба Яга. Ультразащита и уход. Питание и увлажнение. Даже не знаю, откуда он у меня появился. Может быть, его кто-то дарил. Не помню. С маслом чайного дерева и тимьяном. Аромат у него так себе посредственный. Здесь 40 грамм. Он очень легкий. Просто наилегчайший. Возможно, дает какую-то антибактериальную защиту. Возможно, да. Но так себе, знаете, проходной крем. Я бы его не повторила. Был и был, и ладно. Еще крем для рук от компании Clorans. Он очень легкий, нежирный. Быстро впитывается. Объем 30 мл. Это полноразмер. Подходит для дневного применения. Носила его в сумочке. По мере необходимости использовала. Он мне, в принципе, понравился. Но он довольно не бюджетный для своего объема. Компания Fitocosmetic. Натуральный ополаскиватель для полости рта. Мяты и шалфей. Защита десен. Свежее дыхание. Профилактика кариеса. Без фтора. Спирт СЛС. Потрясающий продукт. Мне очень понравился. Он довольно бюджетный. С хорошим составом. Очень хорошо работает. Мяты и шалфей. Здесь больше слышу мяту. Там уже в отголосках шалфей. Очень хорошо освежает. Не содержит спирта. Не сжет полость рта. Объем 250 мл. Такой он был красивый. Мне хватило его на несколько месяцев. С большим удовольствием его повторю. Я знаю, какой-то есть другой вид. Я бы его тоже приобрела. Зубная паста Дабур. С кальцием. С экстрактом трав. Укрепление десен. Свежесть дыхания. Защита от кариеса. Здесь был просто какой-то огромный гигантский объем. Для меня 145 грамм. Девочки и мальчики. Я его использовала, наверное, месяцев 5. Я откладывала зубную пасту. Потом опять ее брала. Она мне безумно надоела. Сделано это в Индии. Специфическим ароматом обладает эта зубная паста. Что касается свежести дыхания, я бы не согласилась. Она хорошо защищает от кариеса. Хорошо зубы очищает от налета. Это, возможно, укрепляет десну. Но свежесть дыхания, это, конечно, не про нее. Вот такая вот она была. Зеленоватого цвета. Хорошо пенилась. Да, но просто безумно надоело. Я поняла, что, конечно, вот такие вот огромные объемы продуктов, зубных паст. Это, конечно, не для меня. Просто очень-очень надоело. Еще зубная паста закончилась детская от компании «Леон». Вот такая она красивая, с апельсином. Она кремовая. Довольно приятная на вкус. Жизнерадостная. Ребенок с удовольствием ей пользовался. Тянулась к нему рука. Подходит для детей с 6 месяцев. Не содержится сахара. Такая вот интересная зубная паста. Она с фтором. Предотвращает появление зубного налета. Укрепляет эмаль. Красная зубная паста. Я могу тоже посоветовать ее. Давайте перейдем к уходу за лицом. Закончилась мицеллярная вода. В большом объеме 600 мл. От компании «Я самая». Когда-то покупала в магазине «Фикс Прайс». Очень бюджетно. Я помню, покупала ее в марте этого года. В принципе, сразу поставила в использование. Вот смотрите, с марта по конец сентября. Это очень экономичный расход. Хорошая мицеллярная вода. Действительно прекрасно работает. Убирает и подводку, карандаш, 2-3 слоя туши, тени. Прекрасная мицеллярная вода. Особенно учитывая ее цену. У меня в этом месяце закончилось много продуктов для лица. В частности, то, что я очень-очень много добивала месяцами. Это компания «Биокоса». Маска для лица кремово-глиняная. Она на основе зеленой глины с эфирными маслами мяты и экстрактом шалфея. 100 мл. Казалось бы, 100 мл. Вроде бы такой средний объем. Но я ей пользовалась, наверное, месяцев 7-8. Она очень экономичная. Она плотная, кремовая. Довольно густая. Легко распределяется по лицу. Очень экономичная. Вот такая вот она. Она действительно кремовая. Она на лице не застывает. В корку не превращается. Очень комфортно сидит. Производитель говорит ее нанести на 10 минут. Я держала, наверное, минут ее 12. Иногда 15. Здесь написано 6 месяцев после вскрытия. У меня была она точно больше, чем 6 месяцев. 8 была она. У нее такая особенность. Так как она содержит масло мяты, то она, помимо антибактериального и противовоспалительного эффекта, она еще очень заметно охлаждает, холодит кожу. Вот после того, как вы ее смываете, через несколько секунд ощущение холодка на лице. Как будто такое, знаете, холодное дуновение вам на лицо. Вот летом это было очень актуально. Когда жарко, вы очистили кожу. Да, еще так вот ее немножко охладили. Вот сейчас, конечно, осенью и зимой. Не знаю, насколько это актуально. Мне эта маска понравилась. Я бы вам ее посоветовала. Если увидите, то, в принципе, присмотритесь к ней. Я избавляюсь от крема от компании Невея. Perfect Matte Effect с витамином С. Матирующий крем для лица. Вообще он мне не подошел. Покупала тоже его в фикс прайсе за 99 рублей. Здесь 50 миллилитров. Он, знаете, мне настолько не понравился, что даже я его никуда не стала использовать. Обычно, если мне крем для лица не подходит, я его стараюсь там для ног, для шеи, еще куда-то. Но здесь абсолютно не та история. Вот такой вот он маленький. Такой вот он. Он немножко странный по консистенции. Он такой, как взбитый какой-то мусс с перламутровым эффектом. Вот видите, вы наносите, наносите, распределяете его. Буквально несколько секунд он впитывается, и все. Не дает ни увлажнения, ни мотирования, ничего. Вот он впитался, как будто ничего не было. Такой странный крем. Когда я его использовала несколько раз, он у меня стал забивать поры. То есть, видно, в составе что-то мне не подходит моей коже. Не знаю, решила не мучиться. К тому же время его прошло уже. Нам нужно другие кремы подбирать для ухода. Поэтому, к сожалению, просто выкину его и забуду. Еще у меня закончилась маска для лица, которую я тоже использовала, наверное, месяцев 6. Это точно. Это компания у нас Натуры Сиберика. The Crazy Zveria линейка. Маска для лица. Эффект 8-часового спокойного сна. Вот такая вот шатун сова. Смотрите, какая красивая у нас спит в маске. 100 мл здесь нужно наносить ее на 10-15 минут. Затем смыть водой. Использовать 1-2 раза в неделю. Я ее использовала 2-3 раза в неделю. Особенно она мне нравилась с утра, когда я проснулась, умылась. И нужно кожу, скажем так, разбудить, пробудить, подготовить к началу рабочего дня. Я ее использовала. Наносила тонким слоем. Немного она у меня впитывалась. Что нужно, кожа брала себе. Остатки я смывала. Она была такая вот гелевая, плотная, густая. Очень экономичная. Хватало ее надолго. Смотрите, у нее очень даже неплохой состав. Сок ивенской голубики. Масло арктической костянки, ромашки, рябин и так далее. Еще одна маска. Просто недоразумение. От компании NeoCare Cosmic Glaze. Противовоспалительная маска для лица. С эффектом сияния. 30 мл. Это просто какой-то кошмар, недоразумение, непонятный продукт. Вот такие обещания. Нанесите небольшое количество на предварительно очищенную кожу. Оставьте на 10-15 минут, затем смойте водой. Просто недоразумение. Она очень-очень жидкая. С неприятным таким отталкивающим ароматом. Такая вот у нее консистенция. Даже не хочу пачкать руки за нее. Отвратительная. Отвратительная. Вся стекает. Просто растекается по лицу. Ничего не делает. Я не знаю. Просто какое-то недоразумение. Поэтому именно вот эту никому не советую. Отвратительный продукт. Компания «Клоранс». Очищающий тоник для комбинированной жирной кожи. На основе экстракта водорослей. В объеме 200 мл. Когда-то я покупала, заказывала у него на сайте «Клоранс». Когда все еще было хорошо. Когда мы дружили. И были те золотые времена, когда девочки. Да и я сама очень часто заказывала на «Клоранс». Было много подарков. Много пробников. Много выгодных предложений. Сейчас только с ностальгией вспоминаем о тех временах. И вот я пользуюсь теми запасами. Все-таки, девочки, знаете, поняла, что запасы – это хорошо. Если есть такая возможность покупать, то покупайте. Потому что в любом случае все это потратится. И все это нужно. Так вот, тоник. Тоник прекрасен для комбинированной кожи. Он ее успокаивает. Он восстанавливает баланс. Он ее нормализует. Сужает поры. Матирует. Увлажняет. Не содержит спирта. Не сушит. Прекрасный продукт для комбинированной кожи. Великолепный. У него такой немного приятный растительный аромат. Я им пользовалась очень-очень долго. Знаете, месяц попользуюсь. Отложу. Потом еще. Вот поэтому все это растянулось. Наверное, весной я его достала в использование. И вот уже до осени. Классный тоник. Вообще никаких нареканий, никаких проблем. Великолепный продукт. Но вот, к сожалению, в запасе у меня больше ничего подобного нет. Далее покажу вам крем для лица. От компании Fanny Organics. Для нормальной кожи. Это у нас Step 4. С секретом улитки. 20 мл. Что он нам обещал? Увлажнять, смягчать, разглаживать. Способствовать повышению упругости кожи. Да, хороший, неплохой крем. Я его использовала в августе-сентябре. 20 мл. Такой хороший дорожный вариант. С большим удовольствием его использовала. Мне понравился. Закончилась у меня сыворотка. У сыворотка от корейского производителя The Plant Base. С гиалуроновой кислотой. Она обещала интенсивно увлажнять кожу. Повышать упругость. Усиливать скорость кровотока. Нормализовать водно-липидный баланс. Но по факту я от нее заметила только нехорошее увлажнение. Но самое главное, это хороший лифтинг-эффект. Она на глазах кожу подтягивала. Делала более упругой. Такой более бодрой. Здесь всего лишь 20 мл этой сыворотки. Кажется, что упаковка большая. Но на самом деле она такая красивая. Упаковка дорогая. Но продукты здесь всего лишь 20 мл. Также нужно отметить способ извлечения продукта. Здесь такая вот помпа. То есть вы нажимаете и таким образом извлекаете продукт. Это неплохо сработало. Давало увлажнение и ярко выраженный лифтинг-эффект. Я же говорю, в этом месяце у меня закончилось много продуктов для лица. Также закончилась моя любимая компания Апью. Это у нас ночная маска для лица с экстрактом Баобаб и базилика. Она супер увлажняющая. 50 мл. Она подходит мне на любое время года. Такая универсальная. Ее можно и летом, и зимой, и весной. Она очень хорошо подходит для обезвоженной кожи, для чувствительной. Глубоко увлажняет, не перегружает. Наношу ее тонким слоем. Вечером, утром смываю. Я вижу, как кожа увлажненная стала с утра. Более выровненный тон кожи. Она восстановленная, более здоровая. Маска великолепная. Здесь большой объем, 50 мл. Хватит его надолго. Я эту маску использовала два раза в неделю. Заметный результат. У меня уже из этой серии вот таких масочек было очень много. Очищающий и питательный. Но вот это самое мое любимое. Я уже повторяю ее не первый раз. Маска великолепная. Также у меня закончился крем от компании Урьяш. Это легкий увлажняющий крем для кожи лица, для сияния, для свежести. Он дает пролонгированный увлажняющий эффект. Восстанавливает водный баланс кожи. Быстро впитывается. Подходит как дневной крем. Подходит под макияж. У него такая интересная текстура, как эмульсия с гелем. Быстро впитывается. Очень легкий. Прекрасный продукт. Здесь 15 мл. Мне хватило его ровно на месяц. То есть я его использовала, чередовала с другими продуктами. Отличный крем. Могу его посоветовать. Что не могу сказать о следующем товарище, к сожалению. Это компания Floslac. Гель для век и кожи вокруг глаз. С очанкой и огурцом. Это у нас польский производитель. Здесь 15 мл. Он обещает снимать уставость. Уставость, убирать отеки, темные груди. Конечно, с этим он не справляется. Он мне как-то сразу не понравился, не подошел. Вот я его наношу. Он впитался. И все. И кожа как будто опять стала более даже сухой. Более неухоженный, неувлажненный. Не хватало мне от него ничего. Я его специально использовала летом. Летом он мне тоже не понравился, не подошел. У него вроде бы гелевая такая консистенция. Но он вот быстро, мгновенно впитался. И все. Ничего не было. Ни свежести, ни подтянутости, ни увлажнения. Поэтому я знаю, что в линейке там было много разных. С черников, с кофеином, с розой. Но вот этот мне не понравился. Сейчас вам покажу, как он выглядит. Здесь еще половина тюбика есть. Давайте покажу консистенцию. К сожалению, ничего не делает. Очень легкий. Вот он впитается и все. Что был, что не был просто. К тому же он очень скатывается под макияжем. Если наносить его как дневной уход. В общем, избавляюсь без сожаления. Компания Etude House. Их знаменитый скраб для лица. Который содержит пищевую соду. И микрокристаллическую целлюлозу. Очень глубоко очищает кожу. Удаляет омертвевшие клетки. Сужает поры. Нормализует выработку кожного себума. Прекрасный продукт. У меня был набор. Из шести штук вот таких. Я его покупала в магазине Патрушка. Шесть таких пирамидок было. Это очень экономично, выгодно, удобно. Если вы куда-то с собой едете, нужно взять в дорогу. Мне вот этой пирамидки хватало на три раза. Хорошо я его распенивала, распределяла по лицу. Прекрасный продукт. Я думаю, что нужно, конечно, купить полноразмерную версию. И пользоваться, продолжать пользоваться дальше. Закончились у меня гидрогелевые патчи от компании Natura Siberica из линейки Lab. У меня эти патчи с кофеином и байкалином, тонизирующим. Хорошие патчи. Немножко они плотноватые. Содержат огромное количество жидкости. Но я когда беру, я излишнюю жидкость вот так провожу по патчу. Излишнюю жидкость, например, накладываю на зону лба, на зону носогубных складочек. И таким образом они и у меня не скатываются, не съезжают, так как я убрала лишнюю жидкость. И дополнительные зоны у меня тоже получают уход. Поэтому я таким образом приспособилась их использовать. Давайте далее покажу вам кусковое мыло от компании Monpari. Хрустальное дуновение. Легкий аромат заснеженных альпийских вершин. Очень красивое исполнение, красивое описание. Но мыло посредственное. Здесь 180 грамм. Мыло так себе, поэтому я положила его для хозяйственных нужд. Таким образом и использовала. Бальзам для губ. Точнее детская гигиеническая помада Pink Elephant. Медвежонок Потап. Когда-то покупала его в Ашане. Там был набор. Еще было мыло. Вот такое гигиеническая помада. Шикарное такое оформление. Очень красивое. Помада была жирненькая. Хорошая. Использовали до конца. Вот прям до последнего-последнего. Хорошая помада. 3,6 грамм. Такая вазелинистая. Приятная. Поэтому понравилась. Далее давайте покажу тканевые маски. У меня их было не так много. Я использовала маску Funny Organics. В масочке чудить красоту наводить с коллагеном. Антивозрастная лифтинг маска. Она была немножко такой, как в белой эмульсии. Пропитки было много. Я с этой масочкой провела 15 минут. Потом остатки массажными движениями распределила по лицу. Немного липковатая. Если мне не надо никуда идти, то я оставляю маску. Не смываю некоторое время. Если мне нужно куда-то бежать, то я обязательно смываю. И в принципе большинство масок тканевых я все-таки смываю. Понравилась маска от Esfolio с жемчугом. Такая красивая. Она выровняла тон кожи, увлажнила. Придала коже здоровый вид. И добавила сияние. Но фаворитом среди всех масок, которых я пробовала, это компания Sephora. Она, во-первых, очень тонкая лекала имеет. Потрясающий аромат грейпфрута. У меня такая была с арбузом. В прошлом месяце я вам показывала. Тоже великолепно. Но здесь грейпфрут настолько, вот он, знаете, настолько он горький, настолько он терпкий. Когда я открыла упаковку, стала наносить маску, мне аж вот прям стало рот сводить. Знаете, вот это вот от горечи вот этой вот, от самого грейпфрута. Вот он именно не сладкий, а такой горький, кислый, такой вот прям зеленоватый. Какая-то потрясающая передача аромата. Потрясающий эффект. Я прям наслаждалась, когда лежала в этой маске. Отлично. Избавляюсь я от вот таких патчей точечных против прыщей. Профессор Skin Good. Корейская марка. Эту компанию очень люблю. Но вот, к сожалению, вот эти патчи мне абсолютно не подошли. Вот таким образом они выглядят, такие небольшие пластыри, которые нужно наклеивать на прыщик, желательно на ночь. Утром я убирала эту наклейку, но никакого эффекта не было. Прыщик как был, так и оставался. Поэтому я для себя сделала вывод, что просто мне это не подходит. Также у меня закончились ватные диски от компании LP Care, как дорожный вариант. Использовала очень хорошие, понравилось. Использовала большую пачку Aquella, 180 штук. Они мне особо понравились. Некоторые были более толстые, некоторые были более тонкие. Такие, знаете, они неоднородные. Покажу вам два продукта декоративной косметики. Это компания Clorans. Матирующая база под макияж. Маскирующие поры. Это средство моментально маскирует поры, выравнивает поверхность кожи, оказывает матирующее действие. Ну и самое главное, повышает стойкость макияжа. Оно в универсальном оттенке, которое подходит для любого цвета кожи. Здесь большой объем 20 мл. Хватило очень надолго. Прекрасный продукт. Действительно быстро выравнивает кожу. Много его не нужно. Я пользовалась им, наверное, год. Если не больше, тоже брала, откладывала. У меня есть от Clorans еще одна база, матирующая из другой линейки Lisminut. Но вот это вот тоже прекрасный продукт. С большим удовольствием его использовала. Я бы повторила бы. Но вот пока. Пока как есть. Ну и последнее, что вам покажу на сегодня, от чего я избавляюсь, это компания Faberlic. Вот такая вот помада. Stay True. Артикул у нее 408,76. Попадалась она мне в коробочке красоты. Обещает объемный матовый цвет, стойкую формулу, невесомое покрытие. Возможно, все да, но мне не понравилась она по качеству. Она у меня скатывалась в середину губ. Давала такую, как проплешину. Вот цвет красивый, первые секунды. А потом она как бы скатывается, более блеклая становится и вот в полосочку превращается. Вообще, мне красиво смотрится, поэтому я пыталась, носила ее, тестировала. Но вот, к сожалению, я понимаю, что пользоваться ею не буду, поэтому избавляюсь от нее. Вот такие пустые баночки за сентябрь у меня получились. Всем спасибо за внимание. Желаю отличного настроения. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.